добрый день в этом видео я покажу вам как шить летний сарафан для девочки за основу я взяла выкройку из журнала бурда вот посмотрите это выкройка основные детали я выкроила как положено вот по этим выкройкам но все-таки я сделала небольшие изменения так например выкройка вот посмотрите задней половинки я посчитала что она довольно таки широкая и поэтому уменьшил ее на 10 сантиметров от линии сгиба таким же образом на 10 сантиметров от линии сгиба я уменьшила и выкройку переднего полотнища платья и вот по этим уже заготовкам я выкроила детали переда и спинки со сгибом прибавка на все верхние швы один сантиметр по низу я прибавила два сантиметра также я подготовила детали обтачки переда и спинки их также по линии сгиба я уменьшил на 10 сантиметров сарафан я буду шить из муслина это очень легкая ткань приятная к телу муслин двойной плательный и поэтому он не просвечивает и что самое главное не мнется ну и начинаем шить наш сарафан с того что соединим боковые швы на передней и задней половинки предварительно я сколю их иголочками а после того чтобы облегчить работу я просто прошью эти швы на верлоке вот я прошила оба боковых швы на верлоке шва низ сарафана я подвернула внутрь на 2 сантиметра и сейчас от строчу на распашивальной машине если у вас нету распашивальной машины то вы можете подвернуть низ внутрь два раза и отстрочить на обычной швейной машинки строчку прокладываю по лицевой стороне сарафана а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот я подшила низ сарафана. Излишки ткани с изнаночной стороны я после обрежу ножницами. Проймы для рукавов я также отстрочила на распошивальной машине, подогнув ткань внутрь буквально на 1 см. Все швы после каждой операции необходимо тщательно прогладить. Теперь возьмем обтачку спинки и приложим ее лицевой стороной к лицевой стороне спинки и приколем, как показано на видео. После чего отстрочим по краю. Я пришила обтачку. Теперь я ее выворачиваю на лицевую сторону и посмотрите, как аккуратно выглядят уголки швов. Теперь нашу обтачку необходимо загнуть на изнаночную сторону и отгладить. Я подвернула обтачку внутрь и прогладила. При этом я подогнула край обтачки также внутрь и тоже его загладила. И теперь по этому краю, но с лицевой стороны, я прошью на обычной швейной машинке. Вот посмотрите, я пришила обтачку переда сарафана. Вот так вот выглядит этот шов. Теперь пришьем обтачку спинки. И вот посмотрите, если следовать выкройке в бурде, то наш сарафан уже готов. Достаточно подготовить еще завязки, вставить их в отверстие на обтачке. И завязать эти завязочки на плечиках у ребеночка. Но мне этот фасон не понравился. И поэтому я его решила слегка модернизировать. Для этого я подготовила лямки. Ширина этих лямок 7 см, длина 20 см. И также резиночки шириной 2 см и длиной 10 см. Длину лямок я рассчитала таким образом, чтобы голова моей дочки свободно проходила верхний проем платья. Теперь прошьем наши лямочки по длинному срезу. После чего лямки необходимо вывернуть на лицевую сторону. Берем подготовленную резинку и на булавке ее будем вставлять внутрь лямки. Оставив булавку внутри, закрепим один конец резинки на швейной машинке. Теперь вытащим булавку и закрепим второй конец резинки. То же самое проделаем со второй лямочкой. При этом шов должен находиться внутри. Концы подготовленных лямочек обработаем на верлоке. Теперь прикладываем лямки к изнаночной стороне сарафана и будем их пришивать. Предварительно сколов иголками. Пришивать мы будем по лицевой стороне. И вот я пришила лямочки. Посмотрите, как аккуратно с лицевой стороны смотрятся швы и спереди и сзади сарафана. Благодаря резинкам в лямках голова ребеночка свободно войдет в проем платья. И наш сарафан готов. Он получился очень легким, воздушным. Моей дочке он очень нравится. А если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok